Вот, то, о чем я говорил, да? Все-таки, это вот компоновка, вот эта вот непонятная ремарка, а по сути мы потом дальше поговорим. Ну, здесь более-менее нормально. Да, вот такой-то я капризный, что касается. Я хочу от вас получить все-таки, ну, задача-то моя, грамоту воспитать какую-то дизайнерскую, да? Рисунок должен быть четким. Вот эта вот линия, которую вы здесь рисуете, вместо одной линии, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь линий вы провели между двумя точками. Прямая это, да, соединяющая две точки. Здесь целая куча соломы. Я еще раз настоятельно говорю и требую, у нас здесь не занятие по рисованию. У нас здесь чер-че-ни-е. Линия. Вот вы же в вашей школе было черчение, наверное? Но вы представляете, если бы вы на чертеже делали вот такие линии, да? Там берется линейка, проводится линия, все четко и ясно. Если от руки не умеем проводить линию, более-менее прямую и одну, ну, извольте, по линейке проводить. Что мне здесь нравится? Так, поругать я поругал, а теперь похвалить надо. Вот в этой работе. То, что вы все-таки работаете с модулем, с определенным. И это все укладывается вот в такие простые модули. Хотя, конечно, тут... Я вот смотрю, вот это место, видите, да? И вот это, и вот это место. Я не совсем понимаю вот этих пропорций, вот этого деления. И вы мне не сможете объяснить. Это один к одному? Нет. Это один к двум? Нет. Это какая-то другая, более сложная математическая пропорция. Она случайная или специальная? Но я начал вообще сегодняшнее занятие с того, что любая точка, любая линия, она должна иметь объяснение. И вот если здесь появилась такая странная пропорция, то вот она где-то здесь должна... Ну, возможно, вы могли бы мне возразить, да? Она вот появляется здесь, и когда она поддержана в другом месте, парная, да? Тогда это какое-то имеет обоснование. Ладно, это не самое, к чему нужно подираться, поэтому, в принципе, эта работа более-менее нормальная, за исключением того, что появилась здесь вот большая дыра. Вот она мне вот эта дыра сильно смущает. Вот масштаб вот этого вот элемента пустого и насыщенность элементов вот здесь вот, она все-таки вот... Вот меня немножко смущает. Хотя, в принципе-то, как бы, особых претензий нету, за исключением того, что это опять не квадрат, а прямоугольник очень странный такой, да? То есть опять невнятный прямоугольник. Прямоугольник, он же должен быть внятным, то есть либо он должен быть длинным, либо коротким, либо высоким, либо низким. Либо он должен быть квадратом. А квадратом в Африке квадрат. Когда вот эта вещь все-таки по высоте выше, чем по ширине, меня этот ромб несколько смущает. Все, речь, все сводится моя все-таки к четкости, к осмысленности. Вот. Тем не менее, как бы, ну, будем считать, что работа состоялась. Самое главное, что сейчас, когда вы начнете это заштриховывать, вот, мне вот будет интересно, что из этого получится, потому что вот эта вот пустота вот здесь вот, она какая-то у нас получилась немножко странная. Если вы будете штриховать то, что, ну, как в короле, вы же работали в короле, да, там вот заливкой заливаются только замкнутые линии, да? Поэтому вот здесь незамкнутое пространство, оно будет не залито у вас, оно, вот это вот пространство, оно принадлежит вот этому листу. А это вот все внутри принадлежит вашему знаку. Если вы сейчас вот это зальете, то получится, вот здесь получится пустота. Вот это явно видно сейчас. Вот такой простой вывод. Ну, здесь вот тоже, понимаете, вот в чем дело? Вот этот вот наклон, вот это направляющее, да, видите ее? И вот это направляющее, да, мне совершенно этот непонятен угол. Он, ну, вообще, случайный. Опять, слово случайный, это плохо. Вы его мне объяснить не можете. Что это за угол, сколько он градусов, откуда он происходит, какое у него происхождение вообще, какой смысл этого угла. Или это просто небрежность. А небрежность, это опять, извините, как бы вот, ваша рена получается. Дальше. Значит, в результате мы получили здесь и не квадрат, и не прямоугольник, а сложная фигура. При этом, вот в этом месте, вот я помечаю, помечаю вот этот узел, видите? Я думаю, все введут, да? Невероятно мелкий. Это то, к разговору о том, что стоит эту вещь уменьшить хотя бы в два раза, здесь вообще вот это вот то, наслоение вот этих уголков, вот этих вот, вот здесь есть одно при... Вот смотрите, что я могу сейчас в увеличенном размере это нарисовать. Что у нас здесь получилось? Эта линия идет такая, к ней примыкает такая, эта примыкает такая, эта примыкает так, а эта примыкает даже непонятно как, вот как-то так. То есть, опять, если я начинаю вот эту вот штуку увеличивать, то здесь происходит какая-то вот такая вот игра, игра, в общем-то, линий. Вот это сильно увеличенная. Вот. В общем-то, интересно, да? Если ее вот в таком масштабе рассматривать, это достаточно интересно, игра, в идею. То, ради чего, может быть, и стоит работать, да? Но когда это вот в таком масштабе, понятно, что это как бы либо случайность, либо она плохо будет у нас работать вот в этом масштабе в общем. Это вот такой вот недостаток. Поэтому я подозреваю, здесь они должны были бы все в одну точку прийти, скорее всего. Еще здесь я вижу у вас, вот эта вот штука, она вот никакая. Понимаете, опять же, самый главный недостаток, простой, детский, школьный, нет модуля. Четко в модуле. Вот, я делал уже, просил, просил, терпения не хватило, сделал модуль. Вот рисуйте по нему. Еще раз повторяю, у нас не рисование, у нас черчение. Один сантиметр, два сантиметра, три сантиметра, круг, квадратный полик. Ну, как бы, может быть, это примитивно звучит, но давайте сначала хотя бы вот примитивно научимся делать правильно, а потом будем уже делать там более сложные вещи. Здесь сказали, здесь обругали. Здесь, ну, пустота вот эта вот, и вот эта вот вещь, которая, ну, опять компоновка странная несколько. И вот это вот, я ее довожу до прямоугольника. Подразумеваю, что здесь как-то будет закрашена форма и контрформа, то, о чем я говорил. А вот это вот место мне совершенно опять непонятно. Это то, о чем я говорил, а вот о сложных каких-то таких сочетаниях. Вот здесь я начинаю проводить вот это вот линии, это, 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 это. Мне не совсем понятен вот этот вот ритм. Он мне кажется случайным. Ну, самый большой недостаток, это, пожалуй, 45 градусов я понимаю. Это закон, да? А вот что вот это вот за странное, одинокое, совершенно направляющее, это странный угол, сколько он градусов, мне никто сказать не сможет. И вы тоже. И появляется еще вот такая вот линия, смотрите, да? И появляется еще вот такая. И теперь посмотрите. Это ведь мой взгляд, вы ведь делая работу, вот делая работу, вы как бы берете меня, как будто бы слепого, и начинаете водить по пространству. Ну, я так думаю, что есть танец, когда взгляд танцует, и получается красивый танец. Ну, все могут отличить, да? Когда люди танцуют, то это гармоничное, ритмичное движение, которое приносит в этот мир красоту, да? А есть, ну, пьяный, да? Который падает, встает, заваливается куда-то там, да еще хромой пьяный какой-нибудь. Ну, короче, слумбурное движение абсолютно. Вы, как проводник, как сталкер, который меня должен привести из мира хаоса, да? Из этого безобразия, всего, которое нас окружает, вы должны меня привести как партнер хороший, взять мой глаз, мои глаза, мои чувства, да? И привести их в какой-то танец, и станцевать со мной хороший танец, да? Ну, и какой-то танец мы с вами станцевали, вот, вы моими глазами. Да, получилось солома, получился хаос. То есть, я, я, если у меня еще с утра было хорошее настроение, да? Поскольку у меня внутренняя гармония существует, то, посмотрев на вашу работу, я расстроился и пошел и повесился, вообще. Вот результат работы дизайнера. Да, Михаил Шемякин сказал такую мудрую фразу, что работа художника по ответственности сравнима с работой глазного хирурга. Одно неверное движение, и глаза нет. Вот примерно так. Будьте ответственны за свои линии. Вот, вот, что вы... Понимаете? А может быть, это не опытность, я понимаю. Вы когда это делаете, вы сами же этого не замечаете. Но я вот вам и рассказываю, как смотрит другой глаз. Это та же самая симфония какая-то, сыгранная с фальшивыми нотами. Вот эти вот фальшивые нотки, они вылазят. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok